Из Москвы в Прагу, а потом улетаем в Солнечную Испанию, где нас ждет много всего интересного. Чуваки, за приезд. Мама, ну я. Мама, ну я. Мы сегодня отправляемся по фан-шопу Мадриды, дядя. И они вполне себе сладкие. Мы на метрополитана, чтобы понимали. Тоха, мира, все здесь. Вперед, Локов. Вперед, Локов. Чуваки, здорово, это новый влог на канале Спорт24, мы опять едем в тур. Из Москвы в Прагу, а потом улетаем в Солнечную Испанию, где нас ждет много всего интересного. Все, ребята, мы прилетели в Мадриде, нас была самая жесткая посадка, которая была в моей жизни. Нереальная турбулентность, мы летели над скалами, я реально уже в какой-то момент смотрю наш темп, а штемп испуганный. Он просыпался такой. Мы все умрем. Мы прилетели, но здесь холодно, чувак, здесь холодно. Когда был в Токио, купил куртку Нордфейса. Я прошу, Хула, возьми, братан, мне Нордфейс. Дело в том, что года два назад я купил себе ветровку Нордфейс, который не носил полтора года. И какую из двух курток он взял. Приехали к нашему дому. Пацаны, это Мадрид, езжи, блядь, пацаны, мы доехали. Где чемодан? Тебя подсветить? Да, подсветите. Егор, как у чё? Стой, не говори, что ты делаешь. Мне бездец. Мне бездец. Зана, это Егор, креативный продюсер. Креативный продюсер Настя Влевая. Брос, заходи, тут офигенная квартира с офигенным видом. Вид с балкона примерно вот такой. Обожаю европейские улочки. Они очень узкие и очень колоритные, красивые. Есть две как бы двухместные большие кровати и две одноместные вместе. Ну, это не серьезно, Андрей. А чё за шарш, подсказание? Врываюсь во вторую комнату. Если ты хоть на секундочку думаешь, что положишь здесь рюкзак, ты занимаешь эту комнату. Слышишь, там есть одна комната, в которой вот так вот сияет свет. Это как тихо. Слушай, я даже не знаю теперь, какую комнату лучше занять. Давайте скинемся и решим, кто будет здесь спать. Су-е-фа, су-е-фа. Стоп, это еще ничего не значит. А если здесь вдвоем остаться просто? А нет, ну так не делай. I'm a man. Когда захотел остаться вдвоем. Су-е-фа. До свидания. Ну я вечно, вот в финалах постоянно я обсираюсь. Кул, ты один в этой комнате остаешься. Желаю удачи. Го в вашу комнату, посмотрим, как вы там расположите. Under room. Under room. У нас опять-таки тоже есть выход с балкона, посмотри. Ой, так, чуваки, ну сейчас у нас какие планы сходить? Пойдем, пойдем покушаем. Сейчас мы нашли место, которое хотя бы работает, потому что здесь открывается все, ну, в 8 часов вечера, а мы хотим кавать сейчас. Чисто чуть-чуть покушать. Так, под салатик, под стаканчику вина. Ну, Егор не делает, что не пьет. Да, спасибо. Чуваки, за приезд? За приезд. За офигенный трип. Чуваки, основную еду съели, даже, ну, типа не успели снять. Но при сне десерта, уже гадно просто, что за бабло. Ну, брауни, брат. Он нам сказал, что сейчас он расписывает фан. Пойдем идти к нему в комнату. Мы сегодня отправляемся по фан-шопу Мадриду. Мы поедем на Атлетико Лока. К сожалению, у Лока шансов выйти никаких. Но все равно, надеюсь, покажут. Но я лично за Веручуков и Смола. Надо поддерживать, надо поддерживать. Не говорим, что ты хочешь зайти в самый большой магазин Дасса. Это национальная еда, это хамон. Ты чувствуешь, чем пахнет? Может, чувак, мы вместо футболки ногу разыграть? Подожди, я уверен, что среди наших есть и веганы, поэтому... Те, кто не едят мясо, им будет обидно, поэтому нет. Мужик, хочешь ты на день рождения? У тебя скоро вот тебе хамон подарим. Да я не очень люблю хамон, типа могу покушать хамон, типа в Испании, как традиционное блюдо. Но чтобы на постоянке его кушать, и они всякие. А я вот сыр обожаю, чтобы ты понимал, типа здесь какой-то особо твердый сыр. Я его, скорее всего, возьму. Он просто кушает любой сыр в любых количествах. Я знаю, что среди наших подписчиков тоже есть чуки, кто любит сыр, так что если вы тоже любите сыр, напишите... То есть я сердцеедка, а ты сердцеед, да? Я сердцеед, чувак, напишите в комбинец тоже любите сыр. А почему сердцеед, если сыра нет? Ну ладно. Мы, может, пойдем нам же? Пойдем. Это что такое, пацаны? Лена, это кача. Если бы я был певцом, я бы именно вот так пил. Погнали найдем какую-то локацию сфоткаться, инсту надо обновить, погнали. Крутая локация, штемп, дай фоткать. Ну вот в своем городе, в Москве, я не фотографируюсь практически. Кажется, а приезжаешь в Европу и такой думаешь, ну вот здесь ты инстаграм еще не наполните. Ну что, ну посмотри вот сюда. Ой. Я сейчас вот так вот в инстаграм сфоткать вот. Один день одна фотка, понимаешь? Это по учебнику. Не, я к тому, что у штемпы-то нет ни одной фотографии отсюда. Ну мы сейчас ищем локацию под штампони, понимаешь? В штампоне шокс и взял, подсветить нужно, нужно. Блядь, это обид говно просто. Мне нравится, как вот ты реально напрягался для локации под свою фотку, а штемпу посадил каким-то воротом. На боту, на боту. Плати, плати, она тебе говорит. Плати, бабки. No money, no money. Good luck. Зырьмо. Там такой момент, зырте, он просит, Марио просит деньги, и штемп такой... I don't have money. I know I have. У штемпы Лока Кока планируется здесь постоянно. Каждая свободная минутка у человека проходит в тиндере. Тиндере, чувак, да. Он здесь сегодня, знаешь, с чего начал день? Тиндер бабки выкачивает. Он, а вы знаешь, с чего? Мне многие написали, но чтобы это прочитать, мне нужно внести косы. Так он пришел в душ и такой, тиндер от баб, разрывается. Говорит, я такой... Не, ну я говорю, Андрей какую фотку поставил? Он не показывает. Смотри. А я не видел, что ты. Там его на пиздец и лягой. Дядя, блядь. Да, дядя. Скачал тиндер, просто по файну, но в Мадриде есть красивые девушки. Их много, чувак, так что давай, гоу в тиндер искать. Официальный магазин Реал Мадрид. Не самый большой, но такая у нас есть. Она уже сломана, даже тебе так скажу. Ладно, пацаны, нам гасят, нам все гасят. Странно, что нас выгоняют. Почему не подсветить? Снимать нельзя. Почему не подсветить то, что у них там есть? Ну, наоборот, скайфон. Нас выгнали официально. Кажется, я понял, чем нам нужно заняться в ближайшие 2 часа вместо футбола, братан. Блядь, чувак, открываем новый канал, тут рост картинг. Мы на главную улицу Мадрида. Здесь специальный магазин. Я уверен, что нам там нельзя снимать. Ну, там снимать нельзя, но у нас ради этого есть. Тут баллы. Стой, а давай знаешь, как кто-то с большой камеры зайдет. Да, что-то с маленькой. Давай, давай, давай. Быстренький переход на маленькую камеру, потому что с большой нельзя заходить. Чувак, вот как так делаешь, что ты здесь реально хочешь потратить свои деньги? Чувак, я хочу эту форму. Я видел это только тут. You can record it. Он запрещает снимать здесь. А что делать? Я этот контент хочу привести. Пацаны, вот я не знаю, согласны вы со мной или нет, но Кейлор Навус был легендой реально. Пацаны, мы в раздевалке, блядь. Чувак, это-то раздевалка. Ты какая-то. Зюдан вот здесь сейчас стоит. Чувак, у меня все время вот неловко, когда ждем начинает. Или орет, или что-то делает стыдно. Но он кринжа дает. Ну с кем не бывает, каждый кринит. Он сыграл со Зидана, недавно тоже был. И вот когда он ген прям. Да, они вообще такие, тьфу, блядь. А еще вон я где он танцевал. Смотрите, бутишки не нужны новые. Это золотая бутика какая-то, брат. У меня два глаза, все золотые. Это я бы себе оставаться, так скажу. Ну ладно, давай. Так сказать, на полочку для фифы. Давай разыграем. Вот это разыграем. Хотите вот это? Или футболку? Футболка тоже классика жанра, понимаешь? Из-за того, что человек хочет. Брат, это с вами пройдет века. Если футболка испортится, то вот это не что. Кто там? Бейл, Модрич, Рамос, Марселло и Куртуар. Это же рекламная сцена какая-то. Ладно, я вдохновляюсь, когда я вижу хорошие магазины. Кубок мира. Кубок... Кубок мира! Посмотрите, нахуй он просто такой. Кубок мира! Это лига чемпионов, брат. Блин, это в ушах... Это настоящий ушастик? Да. Лев Яшин. Блин, я сразу вспомнил наши старые видосы. Это наследник Льва Яшина. Интересно, кто кого бы хотел. Потому что мы сейчас сошлись на том, что все-таки... Я бы Рамос. Я бы Рамос. Капитан, чувак, который завел на последней минуте. И... Постоянно спасал, Реал. Давай Рамос. Вот ты бы смог отличить, смотри, вот это именно игровая футбольная форма. Да, чувак, конечно, это более гладко, понял? Она гладко. Да, это как... Говно. Тоже 10 евро. Ну это для своих, для своих. Меликом на подписоту. Для своих. Не, ну смотри, джерси 89 евро. Плюс нанесение. Каждая буква, это тоже по 5 евро. Где сама футболка? Футболка внизу будет. Мы сделаем конкурс на эту футболку и как выиграть. Смотрите, походу... Уху! Пацаны, быстрая доставка. Как выиграть эту футболку, смотрите, походу, выпуском мы где-то бросим и озвучим условия для конкурса. Смотрите внимательно. Из первых уст. Лучшая футболка. Это вот что такое? Порвали, блин. Пацаны, мы на метрополитана, чтобы понимали. Это тот самый стадион, на который мы сейчас пойдем смотреть наш любимый локомотив. Локомотив не вышел из группы. Атлетика нужно сегодня 3 очка для того, чтобы выйти. Но мы все равно приехали и мы надеемся, братан. Мы все равно надеемся локомотиву и мирочекам всем нужно хлопать. Я дам все свои силы и буду болеть полностью за локомотив. Так что чеки гол на стадик, уже посмотрим, что там. Погнали. Вперед локом, вперед локом, вперед локом, вперед локом. Пацаны, болеем за своих. Мы и представляем всю армию Тодротс. Вот сейчас мы идем вместе, понимаешь? Блядь, вместе идем на стадик на этот метрополитана. Так сказать, если врежут нам, то врежут всем, кто смотрит. Ребята, ваша любимая пресса, которая на желтой карточке. Буквально минут 10 мы идем в шоп атлетикой и покупаем футболку. Сравним шоп Реала и шоп Атлетикой. Погнали. Погнали. Эй, мистер Штампой, ты со всеми решил сфоткать? Это тот самый, этот самый, этот самый Марио. Мама, мия. Мама, мия. Мама, мия. Скорее всего, там тоже нельзя снимать, но благо, у меня есть вот эта штучка, по которой скажу мэн. Я могу снимать, я фотограф, так что го посмотрим, что там, возьмем футболку на розыгрыш. Вроде бы Реал популярнее, но у него магазин намного меньше, чем здесь. Здесь я тоже был, и я был в сезон, когда у Атлетико Модрит были розовые бовцы такие тренировочные. Безумно красивые. Но ты же забрал? У меня бабок не было. Давайте посмотрим, что у них здесь есть по ассортименту. Она и так красивая. Вот эта форма красивая. Пацаны, Найки в этом году вдохновились 90-ми годами. Типа форма Тотенкома, Атлетико и кого-то, и Бартелона. Мне смотри, мне нравится, что здесь у нас значок Найки идет. Это ретро. Написано Найки и СВУШ. Ребят, многим нравится обычная игровая форма, но я как вратарь обращаю внимание на вратарскую. И вот в этом году меня Найки очень впечатлили. Очень прикольный дизайн. Так что я думаю, парочку еще закажу после зимы. Чувак, я хочу посмотреть именно вот какие-то тренировочные кофты, чтобы на съемке. Да, я вот тоже, типа, я фанат ему тренировочных кофт. Смотри, я думаю, такую взять на память. Ну, это уже... Это, блядь, вот, шоу. Это уже Ковлеевые видосы. О, май. Держите мои деньги. Ой. Это Флэйм, чувак, Ла Флэйм. Ла Флэйм. Ну и основной комплект. Жао Феликс. Тот самый номер, Илья М11 здесь. Чуваки, вот этот самый мяч вы можете выиграть у нас. Тут будут все наши автографы. Чуть позже вы узнаете, что нужно сделать, чтобы это выиграть. Условия будут очень простые, так что выиграть может каждый. Чуваки, ну я бы с удовольствием взял этот мяч, вышел с пацанами во двор и подбинал бы. Такая возможность есть у вас. Но это на память, чувак. Чувак, это вот чисто вот тут на сердечке будет лежать. Локомотив Москва. Тот самый шарф с этого матча. Ну вот его можно было бы тоже разыграть. Может шарф возьмем? Шарф это круто. Шарф и мяч. Я первый раз вижу такое, что нам еще сухопоем дали. На входе, на входе, понимаешь? Это официально круто. Тут чипсики лейс, водичка. Именно то, что нам нужно. Чуваки, когда я был маленьким, я постоянно мечтал. Вот я мечтал быть футболистом, выходить на поле. Я не стал футболистом, но я все равно выхожу на поле. И это на. Шваки, вот я на стадионе. Я, как всегда, в пресс-центрить. Но стадион выглядит круто, современно. Нам УИФА сказала, нельзя тут рост снимать игру, нельзя радоваться гола. Чуть-чуть, тихаря, может быть, мы и снимем, чтобы ты понимал. Забирай, забирай, забирай. Туда его. Еще мне нравится то, что нам дает доступ к полю, то, что ты вот просто ходишь, вот у тебя поле. Это атлетика. Но я бы на Миручуков сейчас узнать нового. Конечно, чуваки, ты знаешь, чуваки. That's my boss, чувак. Мы болеем за своих и надеюсь, они выиграют. А вот и сектор ЛОКО. Прям на самый отшип, ребята, посадили. Это как я, блядь, посадили на самый троп. Ты вспомни, как мы были на Ювентусе, и там огромная трибуна, вот и началась. Ребят, вот я зашел в полисцентр и встретил, как правильно, комбингатор. Да, комбингатор, с габаритой, да пуф. Хуй с ним. Вот вы были когда-то на банде метрополитанов. Первый раз. Как вам вообще в целом по сравнению с другими европейскими стадионами и в целом России? Слушай, ну очень крутая тема, то, что ты выходишь из метро, и практически сразу арена. Такое пустое, свободное пространство без ментов, без каких-то барьеров. Ты просто тусуешься вокруг стадиона, и тебе хуто. Охуяля. Идут ребята с пакетами полиэтиленовыми, и, как мы говорим, одна не звякаем. И у них, естественно, там сидят бутылки. Рядом стоят кинты, и вообще пофиг. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, и все. Последний вопрос. Как вы вообще оцениваете выступления российских команд и чемпионов? Кирова. О, красавец мужик, сейчас... О, мама! Дядь, вот не хватает такого на российских полях, понимаешь? Да, это шоу, это шоу. Это какой-то... капец. Ну да, у Ивентуса тоже так было. Свои на месте, пацаны. Мира здесь. Федя сидит как-то. Федя, давай, Федя! Блядя, почему он сидит, я не понимаю. Эй, блядь, Тоху посадили, Федю посадили, все сидят, ёпта. Как очки забирать? Тоха, Мира, все здесь. Да, блядь, Тоха там везется такой довольно... Команда готова, матч начнется с минуты на минуту. Верим в Лока, надеюсь, что хотя бы они заберут очко. Но я верю, что Лёха Миранчук сегодня должен забить. О, пацаны, это Лока, сыпься. Ой, блядь, мужики. Фасуем, фасуем, фасуем. Так, инстаграмчик возьмем после матча. Ребят, короче, но нам нельзя снимать матч, поэтому сейчас мы с вами выключаемся. Если гол, то мы включим, не будем показывать голы, но нас подснимем. Поки первая минута матча и сразу же Атлетико зарабатывает пенальти. Он бил, блядь! Я снял, он бил! Атлетико Мадрив бьет второй пенальти. Эй, тёжи, чё, рэп-ли занесли, мишенька, 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 вот сюда, в этот карманчик. Атлетика забивает первый гол. Не знаю, пенальти не из-за чего, первый подгода. Но Лока не сдаст, не оберим ребят. Счет 1-0. А ты мяч отменили в Атлетика, шансов крайне мало, чувак. Уходим на перерыв, мы тоже пошли отдыхать, я надеюсь увидеть другой Локом во втором тайме Знаешь, за что обидно? Что Локомотива Лига Чемпионов закончилась, и для нас, соответственно, тоже, скорее всего, закончилась Чак, мы были почти на каждом матче Пока мы ходили пить чай, Лока пропустила второе в самом начале второго тайма, так что я думаю, шансов у Лока практически нет Чуваки, ну здесь 2-0, то есть особо мы как бы не отстали, что будет результат Мы, короче, до игры написали, ты Лёхи Мерчаку, я Токи Мерчаку, и мы попросили футболки у них И они сказали, типа, окей, если получится, передадим На самом деле, если был бы я на его месте, вот после поражения, скорее всего, я бы просто об этом даже не думал Не то, что я бы не дал бы, я бы об этом не думал Хотя последний матч, чувак, типа, у тебя отпуск, у тебя хороший настрой Мне кажется, он хотел себя показать Все, все, Лига Чемпионов закончил, официально Бро, ну я не знаю, что сказать, вот Ну спасибо за Лига Чемпионов Спасибо за Лига Чемпионов Если бы не Лока, мы бы не съездили сюда Чуваки, вот закончился матч 2-0, в принципе, счет поиграл, Локомотив особо ничего не создал Атлетико поздравляем Надеюсь, парни не расстроились А мы пойдем встретимся с ребятами и дальше посмотрим, куда мы пойдем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребята, наше путешествие в Мадрид закончилось Вспомнил, так оно получилось вполне суперским Уезжаем с офигенным айтемом Лёхи Борячука Ему огромное спасибо за то, что он это все подогнал Дальше мы ждем Комотив, к сожалению, вылетел из группы От этого, братан, мне больно и грустно А дальше нас ждет Валенсия Как выиграть ту самую футболку и фигурки? Будут два места? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три места Первое место футболка, второе место мяч, третье место фигурка Что нужно сделать? Мистер Штампони всю поездку в Мадриде провел в Тиндере Удочки он забрасывал, но никто не плюнул Я думаю, что дело в том, что у него неудачное описание профиля в Тиндере Там стоит фотка, а описания нету Я предлагаю вам придумать лучшее описание профиля Штампони Либо подкат Вы должны придумать три факта про Штампони, либо один крутой подкат И Андрей лично выберет три места, которые получат эти призы Чуваки, я зайду в комментарии, прочитаю каждый И, возможно, именно твой мне понравится, и я поставлю его в профиль В финальное условие нужно быть подписанным на канал Спорт24 и на наши инстаграмы На этом мы с вами прощаемся, мы едем в Валенсию Отправляемся, Валенсия, Валенсия, Реал, жаркий выпуск Там будет еще жарче, так что готовьтесь Спасибо за просмотр, пока!